Субтитры создавал DimaTorzok Особенно, если это касается связи почтовой Скажите, пожалуйста, вы в последнее время часто получаете или пишете письма? Ой, знаете, сейчас совсем не стала даже писать, потому что они не доходят совсем Не доходят совсем? Да, да, да Вот у меня в Саратове живет двоюродная сестра Вы знаете, вот сколько посылал в другой раз Ну, прям, даже никакого слуха Вот здесь я даже хотела позвонить даже ей И даже не соединили Я вот недавно искала, чтобы мне очень нужно было кальвет И я даже не знала, где взять Сюда прибежала, здесь нету И сказали, только специально на почте можно купить А ящики почтовые вы видели? Вообще не видела Рекордсменам, безусловно, можно считать письмо Отправленное из Москвы в Москву, которое шло 7 лет И вот теперь, чтобы навсегда прекратить эти обидные для себя эксперименты Министерство связи поступило очень просто Они приснимали почтовые ящики Изъяли из продажи конверты и марки Так что отправить письмо теперь практически невозможно Наша съемочная группа, объехав полгорода, не обнаружила ни одного почтового ящика Зато Министерство связи, или как оно теперь громко называется Федеральное управление почтовой связи По-прежнему существует и, похоже, существует безбедно И проблемы перед ним стоят поистине глобальные Какое у нас будущее у нашей почты? Вот вам видится Что нас ждет? В двух словах, конечно, не скажешь Но что нас ждет? Значит, мы намереваемся развивать сеть ускоренной пересылки почты Как международной, так и внутренней То есть, россияне будут иметь возможность посылать и получать в короткие сроки Почтовые отправления, как посылаемые за рубеж, так и посылаемые внутри России Вот Что еще из таких важных моментов? Сейчас мы очень плотно работаем над созданием сети почтового банка Что это такое почтовый банк? Почтовый банк, это банк, который будет работать на сети почтовых отделений И предоставлять банковские услуги всем желающим Поскольку сеть почтовых отделений, это самая крупная сеть Значит, услуги этого банка будут самыми доступными для населения Ну, такой характерный пример Допустим, сегодня вы положили деньги в сберегательный банк И получить можете только в том отделении, в котором положили Вот На сети почтового банка будет иначе Вы можете в любом отделении связи положить деньги И в любом получить по вашему первому требованию И тогда не надо будет вам, скажем, поехать в отпуск Брать с собой чемодан денег Значит, можно будет достаточно взять Ну, сначала это будет сберегательная книжка А в перспективе предполагаем, что как и во всем цивилизованном мире Это будет карточка Которая будет действовать и в ближнем зарубежье, или только в России? Ну, в отношении ближнего зарубежья, то если мы заключим соответствующие соглашения С почтовыми администрациями тех стран Значит, там тоже почтовый банк создается Просто, так сказать, разница во времени может быть некоторая Вот, но я думаю, что и в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье В перспективе можно будет пользоваться карточкой почтового банка России Ну что ж, если верить работникам ФУПСа, почта пока не умерла Но вот удивительный факт Когда был построен московский почтамп, почтовики возмущались, что здание слишком маленькое А сегодня, судя по разместившимся здесь биржам и супермаркетам, оно даже великовато Скажите, пожалуйста, а вот как насчет частной корреспонденции? Вот поздравления с днем рождения, поздравления с 8 марта, приглашения на свадьбу Стало ли их меньше? Приглашения такие, как были, так и они остались Единственное, меньше поздравлений стало к праздникам Та корреспонденция, которую мы обрабатываем своим штатом в 300 человек На 60-70% состоит из рекламной И корреспонденции, посылаемой учреждениями и организацией А вот раньше у вас сколько было в штате человек? Сейчас 300, а раньше сколько? Было, вот когда я цех принимала 8 лет назад, было еще 700 человек Если верить статистике, то за последнее время более чем втрое сократилось количество писем Нет уже авралов на почте в предпраздничные дни А стоящие на приколе машины для сортировки писем лишь напоминают нам о лучших временах Но самое обидное, это когда уменьшается не только количество почтовых отправлений, но и их содержимое Я много лет уже переписываюсь с моими друзьями в Бельгии И они постоянно мне посылают посылки Но пришло всего две И вот первая посылка была в очень красивой коробке Но когда мы пришли домой, там оказались только всякие журналы рекламные И коробки от того, где должны были быть подарки Например, вот от Барби осталась только коробочка Осталась коробочка от того, где должны были быть ручки Коробка от духов И в письме, которое тоже было вскрыто, я нашла список того, что они мне прислали И мне было очень обидно, что я этого не получила Вторая посылка была лучше Там было несколько карандашей и ручек Но конфеты, которые там были, тоже были съедены В общем, похоже, наши почтовики делают все возможное, чтобы пистолярный жанр окончательно умер А ведь именно письму мы привыкли доверять самые сокровенные Помните у Пушкина? Я к вам пишу, чего же более Согласитесь, я к вам звоню, чего же более, совсем не то Да и дозвониться сейчас не так-то просто Классики прошлого имели обыкновение не только писать гениальные произведения, но и множество интереснейших писем Своим не менее знаменитым коллегам, родным, близким, критикам Ну и в собраниях сочинений эти их письма занимали видное место Так что похоже, что теперь нынешние классики Значительно сократят свои собрания сочинений, ибо писем в них не будет вовсе А все-таки вот что делать, если письмо пропало? Ну если простое письмо, то тут уже ничего не сделаешь Поскольку нет квитанции, поэтому для сохранности, так сказать, или вернее для того, чтобы доказать то, что вы отправляли Надо, по крайней мере, послать заказное отправление Вот, а если оно представляет для вас материальную ценность, надо, конечно, оценить Это будет уже большая гарантия Как вскрывать посылку? Получатель вправе потребовать взвесить посылку Если этого недостаточно для него, он вправе потребовать ее вскрыть Вот, а если с описью вложения, так это подразумевает само собой И тогда по этой описи будет проверено полностью вложение посылки И если чего-нибудь не хватит, ну, естественно, почта будет нести полную материальную ответственность Если есть какие-то внешние, даже незначительные признаки повреждения То клиент, естественно, вправе потребовать вскрыть посылку И работник почты обязательно составит акт о наличии того, что там обнаружилось Могу лишь посоветовать одно В каждом отделении связи есть почтовые правила И каждый клиент имеет возможность с ними ознакомиться И там все подробно расписано Вот, ну, те основные моменты, которые можно, так сказать, не читая правила соблюдать Я о них уже сказал Ну что ж, запомните наши советы и постарайтесь ими воспользоваться Мы, в свою очередь, тоже хотим дать совет Но не зрителям, как обычно, а правительству и законодателям Обратите, пожалуйста, внимание на работу нашей почты Ведь даже в странах с самой, что ни на есть, рыночной экономикой Заботу о нашей корреспонденции несут почтовые ведомства Ну а мы с вами прощаемся До новых встреч в эфире И пишите нам письма, может быть, они дойдут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok